Как прекрасен этот мир посмотри, но аккуратно. Студенты-волонтеры на центральной площади города объясняют горожанам, как сделать окна безопасными для детей. Раздают листовки, фотографируют прохожих в импровизированной раме. В Иванове в разное время из окон выпали более 50 детей. Блокировать сами окна и, конечно, не приучать ребенка одному подходить к окну, даже если благая цель – поглядеть в окно, через это как-то познакомиться с миром, расширить свой кругозор и так далее. Потому что в отсутствии взрослого ребенок может подойти к окну, и в этом смысле, конечно, для него это может закончиться плачевно. А еще очень важно, чтобы у окна не стояло никакой мебели, и уж тем более детской кроватки. Это только подстегивает желание взобраться на подоконник. Волонтеры уже договорились с образовательными организациями. Их готовы принять на всех родительских собраниях с короткой лекцией о безопасности. Следующий шаг – работа с фирмами по установке окон. Специалисты сами должны предложить клиенту механизмы защиты. Мы будем работать вместе с компанией, которая производит окна, где будет пункт, что родители предупреждают о том, что дети могут выпасть из окна, где родителям предоставляется возможность купить ограничительные окна и поставить их. Родители, в свою очередь, должны будут или согласиться, или отказаться. Но если они отказываются, они должны будут прописать договор, что они отказались и что компания не несет никакой ответственности. В группе Риска дети от полутора до десяти лет. Они открывают створки, опираются на ненадежные москитные сетки. Каждая ивановская семья к вопросу безопасности подходит по-своему. Когда она была маленькая, мы закрывали дверь в комнату. А когда она стала побольше, мы уже спокойно открывали окна, и она стала понимать, что не надо лазить к окнам. Однако, каким бы послушным ни был ребенок, лучше все же купить фиксаторы на окна. Стоит механизм порядка 200-300 рублей. Это мизерная сумма в сравнении с ценой здоровья ребенка и спокойствия его родителей.